Все лето в Могилеве планують распачать выпуск ПЭТ-пленки для харчовой вытворчасти. Дасюль другосный пластык выкарыстовывали только у техничных метах. Могилевские вытворцы спадяются, что новая идея знойдя протяг. Поколь же тут вынаходясь максимально загрузить могутности завода, как высветляли наши корреспонденты. Что год у Беларуси выпускается колядь шесть тысяч тонн ПЭТ-вырабу. У них большая частка – это бутыльки. Межтым до утилезации доходят только десятая частка. У Могилеве отрымливается зараз собрать и перепрацовать коля 80% от усягу ПЭТ, что мы споживаем. Это лепший показчик Украине, однако 20% дасюль не доходит до экологичной утилезации и застается на сметевых полигонах. Загружены пляцовки предприемства РЭПЛАС-М – не складские запасы, а сыровина. Я ее набывают по всей Украине капотом спрысовать и переутворить у полиэтиленовые камяки. Еще недавно этого хопало. Вытворцы из Беларуси набывали такие пластиковые калейдоскопы, створали кончатковый продукт. Все ли это на РЭПЛАСис подяются стать самостойными вытворцами. На этой неделе проходили испытания на двух предприятиях, которые производят ПЭТ-пленку. ПЭТ-пленка, она по сути является сырьем для производства уже в свою очередь упаковки. Упаковки для как пищевых, так и не пищевых продуктов. Так называемые тортницы. У нас достаточно много встречается в магазинах упаковок для лотков для яиц. То есть вот это все делается из ПЭТ-пленки, а в свою очередь эта ПЭТ-пленка теперь уже начинает ее производить из наших ПЭТ-плоков. Особный сбор другостной сыровины могшимость поднимать не только вытворцу, а леет шестюню на Ваколе. На предприемстве сподяются, что в перспективе могилю от 80% эффективного сбора с долей пероисти на 100%. Седа Каспарова, Миколай Соболи, Уновины, РГИОН.